Всем привет, здравствуйте, в эфире Антикиселёв. Антикиселёв это человек, который влезает в разные информационные программы и диктует своё мнение на те или иные события, которые произошли, может быть, на этой неделе, а может быть и на неделе предыдущей. Давайте-ка начнём сегодня в программе. Кто такой Руслан Горенко, уволенный из Росгеологии за стрим с матом и кошками? Кошками в кавычках. Сенатора с Кавказа обвиняют в убийстве и бандитизме. Его отец мог и, скорее всего, похитил миллиарды. Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре, чтобы вот как раз вот такого вот сенатора с Кавказа, если он и убил кого-нибудь, и ограбил, то его не посадили. Это всё предлагает Минюст. До последнего активистки мешали приехать к умирающей дочери. Кто бы вы думали? Конечно же, российские власти. Венесуэла, генерал ВВС, Венесуэла признала власть Гуаидо над страной. Печальная новость. Умер рэпер Децл. Ему было 35 лет. И фейсбук, юбилей у фейсбука, ему исполнилось на этой неделе 15 лет. Давайте-ка по порядку. Доигрался. Кто такой Руслан Горинку, вольный из Росгеологии за стрим с матом и кошками? Кто же он всё-таки такой? Этот типичный чиновник, который думал, что он не слуга народа, а народ ему сам слуга. Начну с Гланова, со скандала в Росгеологии. А точнее, со скандала дома у начальника Росгеологии. Теперь уже бывшего начальника. Как и все современные про-двинутые люди мира, начальник Росгеологии стримил. То есть, проводил прямые трансляции прохождения видеоигр у себя дома через интернет-сейвер с Твитч. Играл он, как выяснил свою игру, пибыч. И злился, злился, злился на одного из игроков онлайн-игры за то, что тут украл у него автомат в игре. За это Горинг этот чумушь пригрозил другому игроку в ПВГ физической расправой. Горинг обещал узнать реальный адрес и разобраться с тем, кто украл у него автомат в игре. Потом Горинг заявил на весь Твитч, на весь онлайн-мир, что он из простой жизни и умеет фильтровать базар. Ведь он среди урок Рос. Ну, какой он среди урок, мы сейчас с вами и посмотрим. Вот он, какой среди урок. Типичный Рос. Да. Из тех самых великих друзей. Горинг. Что сказать? Ты явно не умеешь фильтровать базар. Да. Как Денипаска на яхте с рыбкой. Если бы ты умел фильтровать базар, то на Твитче бы не сидел. И мужу бы свою не показывал, как я вам сейчас и как он на Твитче. Так что больше. Начальник госкомпании подозвал к себе женщину, которая осталась за кадром веб-трансляции. И оказалась бывшая сотрудница Рос.Геология, который Горинг вновь взял на работу. Девушка разоткровенничалась на весь Твитч, что ее уволил Горинг за то, что она заказала Горингу. Видите ли, место не в первом классе самолета. А в бизнес-классе. А это досадное упущение. Чину уж не поедет российский в бизнес-классе. Для него бизнес-класс это как место для обычного человека, место в поезде около туалета. Да, вот так вот. Это ни в какие рамки приличия чиновников России не входит летать бизнес-классами. Только самыми лучшими классами. Как и выяснилось, потом Горинг взял эту девушку до оплошисти ее с билетами. Только для того, чтобы девушка стучала на сотрудников Рос.Геологии. Горинг тут, очевидно, рамсы попутал. Скажу на его языке, не могу это мордаше. В нашей стране, неважно, в госкомпании или в частой, стучать можно только сами знаете куда. По адресу Москва, Большая Лубянка, дом со 2-го примерно по 12-й. То их туда можно стучать, но никак не в другие места. Девушка знала это правило российской жизни и не стучала своему начальнику Горингу на своих коллег в Рос.Геологии. И чтобы ее вновь не уволили, ей пришлось отрабатывать простой обычной натурой. Недаром же она в рабочее время находилась дома у начальника Рос.Геологии Руслана Горинга. И явно, почему он вновь взял девушку на работу опять. Сначала он ее, так сказать, физически взял. А потом плату за это, в качестве платы за это, установил ее в должности. Ведь, как сказал сам Горин, у меня для тебя было 4 козырных кошки. Катя, еще одна Катя, Оля и Дарина. Надо полагать тоже сотрудницы Рос.Геологии, которые Горинг постоянно брал на своем, так сказать, рабочем месте, которое у него дома. И Горинг взял их на работу в Рос.Геологии только за то, что они могли оказывать секс-услуги своему начальнику. Ну, и изюминка на торте скандального стрима Горинга. Он похвастался этой, так сказать, секс-сотруднице. А по-другому не скажешь, что он поедет к Михельсону, председателю компании Новотек. Что можно оценить, в принципе, как коррупционная связь между ним, Горингом, Горингом, да, и Михельсоном. Между Рос.Геологией и Новотеком. При которой Новотек дает деньги Рос.Геологии, а та дает разрешение на газодобычу в заповедных России зонах. А? Каково, так сказать, а? Да. Вот как вот пособие, как вот не надо фильтровать базар чиновникам. Скандальный стрим с Горингом вывел сразу несколько проблем российского общества. Первое. Это коррупция, с которой борется только один человек. Это Леха-Леха Алексей Навальный. Вторая проблема, которую вывел Горинг на своем скандальном стриме, это чиновникам подавать все самое лучшее. Первый класс самолета. Черную икру на завтрак. Себя, если ты красивая девушка и так далее. Если это ты не смог обеспечить, так сказать, слуге народа, то будешь уволен. Третья проблема. Это продажные чиновники. Вместо того, чтобы руководить своей компанией или ведомством, сидят на деньги налогоплательщиков в онлайн и играх. Помните, да, фразу Тони Старка на корабле, считаем мстителях, а он в галугу играет. А вот в реальной жизни в России, а не в фильме, чиновники в свое рабочее время реально играют, так сказать, в галугу и в другие игры. И нихрена ничего не делают для развития Российской Федерации. Это три. Четвертая проблема России, которая, так сказать, выявил горинг на своем стриме. Своим стримом. Это то, что карьера для девушек в госкомпании возможна только через постель таких вот горингов. И никак по-другому. Вспомним, как начальник рассматривает секретаршу в России не как помощницу, а как секс-рабыню. И об этом есть много таких интересных видео, которые ваш покорный слуга тоже смотрел. Но, к сожалению, на ютубе их выкладывать нельзя. Самое удивительное то, что вот такие вот люди, которые спят с проститутками на семи рыбками, и которые, как горинг, принимают на работу девушек только через постель, или принимают девушек, а потом постель, кричат о младшинности и о высокодуховности России. И вот Руслан Горинк опровергает его эту идеологию Кремля. Этот чиновник, хоть он теперь уже бывший, отрицает, опровергает своим поведением на стриме, доказывая нам совершенно обратное. У российских чиновников нет ни морали, ни духовных схлеп Путина. С этим можно было бы бороться, приняв новый законопроект, указ президента о том, что федеральный чиновник, просто чиновник, неважно, обязан ехать или летать, либо на плацкарте поезда, ну, ехать, понятно, да, либо летать, но только в эконом-классе. Но такого законопроекта нет, и не будет. Будет другой закон. Закон, так сказать, Горинка, да, закон Горинка. О борьбе с такой вот информацией, как на канале 360, где российский чиновник предстает во всей своей красе и подтачивает эти самые духовные скрепы Путина. Вот такой вот он, современный мир, за стрим тебя могут уволить. Но самое удивительное то, что вроде бы все ясно с этим Горинком, он же Руслан Ганджиев, который до Росгеологии работал помощником, помощником депутата Подмосковья Александра Газейкина, он же председатель Совета депутатов Подмосковья, до тех пор, пока Газейкин не был задержан МВД по обвинению в вымогательстве взятки в размере 5 миллионов рублей в 2017 году. С тех пор Ганджиев сменил фамилию на Гонг, и как ни в чем не бывало, но вернулся в госаппарат, но уже в новом статусе. Но в Кремле, как выяснилось, не знают, со слов Пескова, самое удивительное, про всю эту историю, но, скорее всего, не хотят знать, либо оградили Путина от этой информации, чтобы его духовные скрепы, его величество не подточить. И сейчас, со слов Пескова, в Кремле думают, а что со всей этой историей делать. Тут не надо думать, тут надо сажать с конфискацией, а то так и будут чиновники в первых классах летать или ездить, а в целом Россия будет идти под откос, где место обычных людей будет у боковушек плацкартных вагонов, а не в первом классе, в поездах это называется СВ класс. Ну и, конечно говоря, просто слов, нет, про Горинга. Вот что с ним надо делать. Только так. Хотя я не сторонник репрессий, но только так. А его просто взяли и уволили. То есть с ним даже мягче поступили, чем с Арашуковым. Ну, Арашуков, Горинг, правда, не убивал людей, конечно. Но, тем не менее. Идем дальше, конечно же, к сенатору Арашукову. Сейчас зайдем в гости, так сказать. Был всесилен и всевластен. Делал все то, что захотел. И стал членом Совета Федерации. Сенатор из Калачанова Черкесии, Рауфа Арашукова обвиняют в убийствах и бандитизме. А его отец мог и, скорее всего, похитил миллиарды из бюджета. Утром 30 января, как обычно, проходило плановое заседание Совета Федерации, на котором обсуждались проблемы Пемского края. Водруг, неожиданно, видеотрансляция из зала заседания прервалась. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвенко объявила неожиданный перерыв. Тут неожиданно для сенаторов здания Совета Федерации оцепили бойцы ФСБ. ФСБ взяла под контроль все входы и выходы в Совет. Сам же Совет Федерации вошли сотрудники Следственного комитета России и Генеральной популатуры Российской Федерации. Сенатор Арашуков подал, что запахло шайным, и хотел уйти из зала Совета Федерации, чтобы потом попытаться сбежать от правосудия. Но Валентина Ивановна Матвиенко крикнула «Арашукова, стоять!» Словно она не председатель Совета Федерации, а сама из следственных органов. Если вам есть что сказать, так скажите сейчас, потом будет поздно. Однако Арашуков промолчал. И тут в главный зал Совета Федерации вашей не кто-нибудь, а лично генпрокурор России Юрий Чарико и председатель Следственного комитета Бастрыкин. Они в хором зачитали обвинения в хищении газа и в убийствах Арашукова. Валентина Ивановна лично по слухам надела наручники на Арашукова. Подтвердив то, что об чем многие догадывались. Что Совет Федерации, Государственная Дума Российской Федерации и в целом законодательная власть при Путина захвачена силовиками, теребоевиками. И в случае с Арашуковым в прямом смысле СКР, ФСБ, Генпрокуратура решать, какие законы издавать, а какие нет. А не сенаторам или депутатам неполинания, корваются уголовным делом. Но в данном случае уголовное дело, конечно, справедливо. Вот что сказал сенатор от Брянской области Сергей Калашников по поводу задержания Арашукова, который в Совете Федерации занимается экономикой регионов Российской Федерации. Для всех сенаторов задержание прямо на рабочем месте Арашукова было полной неожиданностью. Когда в главных зал заседания вошли оперативники, абсолютно все сенаторы напряглись, а вдруг силовики пришли за ними. То есть весь Совет Федерации не просто коррумпирован, а там сидят люди не просто с уголовным прошлым, а по сути криминальные авторитеты в Совете Федерации. То есть не отдельные какие-то личности, а все. И лишь когда Валентина Ивановна Матвиенко, лично защёкнула шоколку наушников на руке Арашукова, и после того, как его вывели из зала заседания, в сопровождении четырёх человек, предположительно сотрудников Следственного управления ФСП, остальные сенаторы выхдухнули облегчённо. Это пришли не за нами. Это был самый эффектный момент за всю историю Совета Федерации. Да уж, не гениальным законом отличился Совет Федерации, а криминалом. Согласно процедуре, после задержания Арашукова, сенаторы провели голосование о снятии полномочий с Арашукова и о снятии с него неприкосновенности для силовиков. Все сенаторы, кроме самого Арашукова, проголосовали за это единогласно. Тоже ясно почему, ведь к этому моменту оцепление ФСБ с создания Совета Федерации не было снято. Оно было снято только после голосования, чтобы, что называется, психологически надавить на оставшихся, так сказать, на свободе, условно, сенаторов в этом деле. Что ж, забавно видеть, как свои предают своих и отказываются от них. Вот она, нравственная Россия, где Совет Федерации полностью оправдывает свое другое название. Совет Федерации. И не даром я сейчас руку в штаны запустил. Так, более того, такие дела, где сенаторы-бандиты, бандитской власти Путина от Совета Федерации приходят подозреваемыми по делу, остаются на свободе. По таким делам им обычно дают весьма условные сроки. И после этого я еще по новому законопроекту должен уважать власть, где все сенаторы вздрагивают, внимание, вздрагивают, когда к ним приходят в гости оперативники. Так сказать, на процедуры. Оно не просто варьё сидит, а бандиты сидят в высшей законодательной власти Российской Федерации. А? И после этого я буду Российскую власть уважать? Да ни за что. За Волкания выйти, поволчее выйти, как говорится, да? По сути, сенаторы это те еще в выродке. Конечно, Арашукову надо было бежать после того, как арестовали его отца. Но он не сообразил, что называется. То, что такого Арашукова натворили в Карачаево-Черкесии этот отец и сын русской мафии в Третьей Федерации. А вот что. В марте 2010 года в Черкесске был убит лидер республиканского молодежного движения АДГХСА 36-летний Аслан Жуков. Следствие заявило, что убийство Жукова было связано с его бизнесом. У него была автомойка и автосервис. Но это оказалось полной туфтой следствия. Жукова грохнули за его деятельность в движении АДГХСА. В мае того же года там же в Черкесске был убит, а сначала избит битами и застрелен бандитской, оцените, бандитской сенаторской пулей советник президента Карачаева-Черкесии фрай Шебзухов, а сам тогдашний президент Борис Эбзев, президент Карачаева-Черкесии, подал в отставку, опасаясь за свою жизнь. Причем Бориса Эбзева не назовешь невинной жертвой. По неподовереженным данным Эбзев, когда учился в Саратовском юридическом вузе, был причастен к ряду заказных убийств в Саратове и в Саратовской области, но потом не кем иным, а Медведевым Дмитрием Анатольевичем, тогдашним президентом России, был назначен президентом Карачаева-Черкесии. Вот он. Вот они, настоящие бандиты о власти. Эбзев, который тут как бы по делу Горинга проходит как жертва, ой, по делу Горинга, прошу прощения, я сегодня не могу от этого отойти, по делу этого самого Арашукова, да. Допросов исполнитель убийств. Весной 2010 года исполнитель убийств. Все как один называли имя заказчика убийств в Черкесске. И это имя Раф Арашуков, который вы видите сейчас на своих экранах. Арашукова удалось задержать и предъявить обвинение, но спустя 9 лет, то есть сейчас, после преступления, спустя 9 лет, да он уже мог на Марс сбежать, вы понимаете, да? Да и еще чуть-чуть, и время по этому преступлению вылезло бы из Уголовного кодекса Российской Федерации, и по старым делам можно было бы его привлечь, еще бы чуть-чуть, еще бы годик, и все. Дело можно было закрывать за истечением срока давности. То есть резонансные убийства в Российской Федерации расследуются спустя 9 лет в процессе случившегося. Понятно, почему прокуратура подсуетилась, и стало просто стыдно, что эти 9 лет не могли привлечь к ответственности. наемный киллер Арашукова, причем, обратите внимание, они не могли привлечь 9 лет Арашукова к Уголовному кодексу, а убийца, непосредственно исполнители Арашукова, они пришли сами в следственные органы с явкой, с повинной. То есть, если бы они не пришли, вообще бы этого дела не было, и сенатор бы сейчас сидел на своем месте в Совете Федерации, а не в тюрьме. Или где он там сейчас сидит? Наемный киллер Арашукова Аджиев сам явился в следственные органы и рассказал, что за убийство Жукова он получит от Арашукова автомобиль Тойота и 500 тысяч долларов. У Арашукова произошел конфликт с конкурентом Арашукова в борьбе за власть в Карачао-Черкесии с Шебзауховым. В Москве решили, что именно Шебзаухов после отставки и Бздеева будет управлять республикой. Шебзаухов фернулся из Москвы и был убит. А киллер Шебзаухова, который на службе Арашукова скрывался на его даче в Дубае тоже. То есть человек принимает законопроекты, по которому нам жить. Он голосовал за присоединение Крыма с Россией. Это цена, который сейчас обвиняет во всех этих преступлениях. Но у него есть дача в Дубае, у него есть гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, как выяснилось, поддельное, но все-таки есть. То есть сенатор, который принимает законопроекты, по которым жить всей России, сам будет жить не в России, а в Дубае. Вообще нормально, а? После этого надо разгонять Совет Федерации, как я его называю, Совет Федерации, нахрен, на все четыре стороны. А лучше по каждому сенатору провести проверку Генпрокуратуры. Прокуратуре. Потом Арашуков подставил последствия тогдашнего сенатора от Карачаева Черкесии Вячеслава Дереева последствия и занял Арашуков таким образом его место. Ну, понятно, почему? Чтобы уйти от неприкосновенности чтобы уйти от следствия стали, так сказать, человеком неприкосновенным для следствия. Да? То есть я обращаю внимание, что тогда за снятие неприкосновенности Зереева тоже проголосовал весь Совет Федерации. Да? А он оказывается тут не повинен тут невиновный его реально подставили но все дело уже ушло Арашуков занял его место. Совет это доказывает то, что Совет Федерации в своих законопроектах ни в коем случае вообще не разбирается и голосует что называется единогласно как прикажет Валентина Ивановна голосовать так они и будут голосовать не думая об всех нюансах любого абсолютно законопроекта который они принимают Ребят и это называется высшая законодательная власть Российской Федерации Да плевать я на такую власть катитесь в Сибирь все эти сенаторы кстати в Сибири им самое место да хотя нет сибиряков не жалко хорошие люди пусть едет в Магадан ну и Арашуков может поехать конечно так в Совете Федерации сидят не просто бандиты или крупационеры а особо опасные преступники глядя на которых понимаешь почему Совет Федерации ничего не решает а решает все кремль а в Совете Федерации сидят люди чтобы как можно дольше не сидеть по уголовным статьям в Сине России Федеральной службе исполнения наказания или в простонародье просто в тюрьме и при том что обращаю еще ваше внимание то что недавно проходила новость я ее комментировал в своей аналитической программе что Чечня хочет чтобы ей что власти Чечни хотят чтобы жителям Чеченской республики списали долги заказ в размере 9 миллиардов рублей отец Арашукова сенатора воровал на сумму газ воровал от Газпрома внимание на какую сумму на сумму 9 миллиардов рублей это совпадение не думаю ну и конечно же Арашуков был завязан на Кадырова однако они поругались почему непонятно но скорее всего из-за газа так сейчас я вам покажу фотку с Кадыровым вот 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 то есть вот этот вот человек его отец точнее своровал газа на сумму 9 миллиардов рублей а вот этот вот человек просит федеральные власти списать долги за газ внимание в размере 9 миллиардов рублей я ничего сейчас плохого про Кадырова не скажу вот цензунных просто слов нет о том как в Кремле не борются с коррупцией просто не борются с коррупцией я предлагал вводить по примеру антитеррористического комитета антикоррупционный комитет Российской Федерации никто ни хрена об этом даже служить не хочет хотят воровать деньги из ваших средствах и вот эти вот люди называют вот эти вот люди называют себя властью эти вот бантосы ну тут да тут требуют от Бастыкина расследование уголовного дела а еще потом в межрегион Гази заявляют что рост в целом по стране неплательщиков за газ растет конечно блин растет потому что вы сами в межрегион Гази воруете просто и газ и деньги и газ и деньги это же это же похлеще любой у нас нефти будет и на фотке бастрейкин от следственного комитета вообще я даже не хочу ничего говорить там просто коррупционеров пачками ФСБ выводят пачками ФСБ нахерена такой следственной комитет который только через 9 лет 9 лет он тогда был при прокуратуре через 9 лет начинает реальное расследование двух убийств и хищения газа это разве эффективное государство это фашистское фашистское государство у власти клептократы то есть те люди которые прикрывались законами с законом совершают преступления в частности в совете федерации мне больше нечего сказать по этому поводу и вот еще одно доказательство моим словам Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс мажоре вот чтобы такого не было чтобы в совете федерации проворовавшихся чиновников и тех которые убивали не выводили пачками сотрудники компетентных органов российской федерации чтобы чиновники в совете федерации тихо себе и дальше воровали и убивали ни в чем не помимо их граждан министерство юстиции предложил прощать чиновникам коррупцию при форс мажоре такие поправки в законодательство разрабатывают Бинюст МВД и Генпокуратура еще что забыл сказать по поводу Арашукова да там много говорили что там среднюю школу школу даже не окончил у него даже нет среднего образования и такой человек стал Советом Федерации то есть что это означает то есть сотрудники правоохранительных органов Карачаева Черкесии скорее всего знали кто такой Арашуков с чем он знаменит и промолчали и президент Карачаева Черкесии промолчал назначил его сенатором и что есть уголовные дела против сотрудников управления ФСБ по Карачаеву Черкесии а или против президента Карачаева Черкесии ведь он не мог не знать кто такой Арашуков ответ нет даже в Украине стране где идет война додум где депутаты влады дерутся между собой на каждом пленарном заседании додумались организовать национальное антикоррупционное бюро а что в России а в России волье сидит в Совете Федерации и теперь еще выясняется в Министерстве юстиции почему сами вот сейчас послушайте так вот ведомства где коррупция как раз совершается что называется предлагают при обстоятельствах непреодолимой силы не считать коррупцию за коррупцией вот так вот рад что хотя бы у ФСБ нет такой неопределимой силы которая позволяет безнаказанно брать взятки и откаты хотя могу сказать что такой силы нет только в центральном аппарате ФСБ в региональных отделениях дела обстоят похуже с коррупцией и так сказать ее неопределимой силой а понятие так сказать коррупция неопределимой силой хочет вести министерство юстиции Российской Федерации чтобы чиновники не попадали под статьи уголовного кодекса но понятно в каких ведомствах подгорает те хотят себя от этого обезопасить посредством закона про вынужденную коррупцию которая не будет считаться нарушением вот когда детей учат в школе зэки это финиш общества в России об этом я говорил в предыдущей программе а вот когда вводятся поправки в закон позволяющий освободить физлицо от ответственности в случае объективного как написано в законопроекте стечения обстоятельств сделавших физлицо невозможным соблюдать запреты то есть максимально размытая формулировка под законопроект который позволит некоторых а почти всех наверное лояльных чиновников освободить от коррупции то есть это четкое определение ага там допустим у тебя посолок городского типа к тебе не ходят автобусы только электричка значит можно воровать взятки нет какая-то неопределимая сила какие-то ну стечения обстоятельств то есть я не знаю снег пошел я взял взятку в размере 100 тысяч долларов когда мне приходят оперативники фейсб а я им говорю а вы знаете снег пошел а снег это к деньгам тебе сказали да это попадает под коррупцию неопределимой но непреодолимой силой мы не можем вас обествовать сидите спокойно на своем месте вот что предлагают и это финиш российской правовой системы просто наиполнейший полный финиш в определенных кругах ядра невозможно соблюдать антикоррупционные законы и тогда предполагается их освобождать от запретов и ответственности опять цензорных слов у меня нет у меня есть сами знаете какие слова русской правовой системы теперь все чиновники России будут говорить как на перебой когда средства их будут допрашивать что у них возникли такие обстоятельства неопределимой силой что взятку или откат ну никак нельзя было не брать а следователь такой ну ладно свободен также по новому законопроекту Минюста чиновники освобождаются от уголовной ответственности просто от ответственности если у него консульт интересов нормально да то есть ты такой наворовал нажился на нечестных схемах пошел во власть чтобы твой бизнес силовики не закрыли а по новому законопроекту тебя невозможно привлекать к ответственности потому что ты организовал свой либо нелегальный либо полулегальный бизнес его сумел так сказать ну не то что легализовать но обеспечить ему прикрытие в виде властных структурах в которых ты якобы будешь числиться не якобы будешь числиться их тебе не могут быть уголовные административные меры а почему ну что конфликт интересов они просто пидоры сидят какие-то в Минюсте ну то есть ты пришел во власть из бизнеса но бизнес свой не продал как некоторые на Украине берешь взятки и откаты но тогда по новому закону проекту гуляй на свободе будь властью вот красота-то какая боль не того Минюст о своей инициативе позволит родственникам чиновника не декларировать свое имущество вообще замечательно прелестно как говорит Невзоров жизнь стала лучше жизнь стала веселее вот поэтому в рейтинге коррупции Россия опустилась на 128 место в мире Россия это опущенная для антикоррупционной борьбы страна да Россия это опущенная страна и Минюст новым законопроектом это подтвердил пока россияне бизнесмены будут гнить в СИЗО за взятки чиновники за эти взятки будут разрешать на Майбахах и Бентли по курортам вот у нас нового законопроекта обменился обидно что в России да я уже говорил что не создан антикоррупционный комитет вот так вот да вот то есть еще чуть-чуть годик Арашуков продержался в Совете Федерации и все и все потому что у них там вышло это самое срок давности ИСТЁ а потому что он мог брать взятки потому что не увидели конфликта интересов черное стало белым в Минюсте а белое черное сколько времени уже наговорил 42 минуты ясно так не отпускали до последнего Анастасия Шевченко смогла приехать к дочери только перед ее смертью во Ростове на Дону умерла активистка открытой России дочь Анастасия Анастасия Шевченко которая находится под домашним алистом по первому в России уголовному телу об участии в нежелательной организации Анастасия Шевченко сначала не позволили встретиться с дочкой а потом врачи не пустили активистку открытой России к своей дочери в больницу 17-летняя дочь Анастасии Шевченко была инвалидом первой группы и вот мы имеем мать и дочь инвалида что делают российские власти помогают им нет наоборот мать арестовывают за участие в открытой России причем к остальным членам открытой России не было ничего никакого уголовного преследования в России даже административного ареста Анастасия Шевченко попала в немилость российскому правосудию первой по этой статье об нежелательных организаций а у нее еще и дочь инвалид оцените весь цинизм ситуации всю нравственность всю безнравственность суда мать арестовали хоть и условно а дочь сдали в детский дом и запретили видеться с матерью вот это просто полная подлость российских властей просто полная подлость тех людей которые руководят ростовской областью и кстати говоря ростов было бы хорошо при украинской власти я напоминаю так вот рано или поздно ростов безусловно будет под желто-блокитным флагом конечно же произойдет так сказать воссоединение так вот напомню больницу в которой не пускали мать по закону должны были пустить дочь к матери но не тут-то было а дочери инвалиду стало хуже когда мать пустила условно но посадили и она попала в больницу и мать упрашивала следователя дай ты мне увидеться с дочкой а следователь говорит нет подлая тварь сиди дома и благодари судьбу что ты не сидишь в тюрьме и оцените да вот эту Анастасию Шевченко активист активистку открытой России Ходорковскому которая никого не убивала которая не грабила газ да охраняется сколько полицейских один полицейская морда вторая полицейская морда третья полицейская морда четвертая полицейская морда посадили так сказать в клетку ее в обезье а не к суда а Рашукова просто посадили на парту никаких оперативников не было он сидел с адвокатом и выбился прекрасно понимая что ему светит только условный срок благодаря его коррупционным связям просто я не хочу матом лугаться продолжаем так вот ребенок Шевченко Анастасия Шевченко требовал особого ухода но судья на это ростовского суда на это никакого внимания не обратил этим решением судья ростовского суда фактически убил дочь активистки Ходорковского ранее совет по правам человека потребовал проверить обоснованность дела против Шевченко но не тут то было а вот как можно было мать не допустить к больной дочери и это вопрос который заставляет задуматься о том что власть должна защищать своих граждан в том числе и от самой себя но российская власть защищает людей а их целенаправленно цинично и подло косвенно или напрямую убивает как убила дочь Анастасия Шевченко причем Анастасия да никого не ограбила не убила а русская власть ростовская власть за это ее дочь убила просто потому что Анастасия Шевченко работала на Ходорковского вот он кровавый путинский режим без пропаганды ВГТРК такого не было даже при кровавом тиране Сталине где было как известно дочь не в ответе за свою мать а тут наоборот дочь поплатилась так сказать за грехи своей матери а в чем грехи матери состоят а в том что она поддержала Михаила Борисовича Ходорковского и никого не убила даже бабочку во дворе белое стало черное стало белым для чиновников фактически грохнули дочь Анастасии Шевченко за деятельность ее матери фашисты так не поступали как поступила путинская власть в лице ростовчан не ростовчан в смысле всех ростовчан а тех кто принимал решения в ростовском областном суде и губернатор ростовской области тоже отъявленный фашист фашист-рошист дочь была при смерти а мать все это время умоляла следствие отпустить ее дочери но нет но нет то есть дочь была при смерти в больнице мать умоляла следаков отпустить ее к дочери для последнего их свидания а те и говорили не смей падла а для урашукова который убивал людей вчера в Калачево-Черкесии следователи 9 лет делали вот такую вот лыбу проходите проходите убийцы убийцы а не региональное отделение единой россии в ростове какой ужас ладно следователь ее в конце концов отпустил к больной дочери но потом анастасия шевченко не пустили к дочери уже врачи да так что ей пришлось пролезать забор городской больницы областной наверное забор областной больницы но хэппи-энда не случилось мать и дочь не присоединились и дочь умела раньше и не увидела перед своей смертью свою родную мать из-за сфабрикованного тела против нее ну что ж ростовчане какой пример вам еще нужен чтобы вы сказали все хватит вовка хватит а не пришел бы ты из кремля вон наверное ростовчан нужен такой пример чтобы прям в детском стаду расстреливали детей чьи родители не лояльны путину российская власть это может сделать и российская власть в лице регионального отделения единой россии в ростове это отборное зверье она убивает собственных граждан вот поэтому я считаю что ростов ростовской области краснодару краснодарскому краю будет лучше в составе украины в составе украины дочь с матерью вы соединились бы а дочь вылечили анастасии шевченко а сама анастасия шевченко по такому процессу не привлекли к ответственности думайте ростовчане рассуждать где лучше в этой России где волье зверье мафия сидит во власти или с теми светлыми людьми которые борются с этой властью на Украине ходите с желто-плакитным флагом по улице Ростов размахиваете Краснодара размахиваете смело помните что если вы не будете это делать то вашу дочь вашего сына убьют российские власти и это будет немедленно мое соболезнение анастасии Шевченко да и вот тут слез сомнений о том нецензионных о том какая власть в Ростове в частности и в целом в России дальше идем 52 минуты уже сидим наш подожди минутку сейчас да да сейчас сами трепещите расисты трепещите расисты крымские фашисты ведь над вашим человеком в Венесуэле Николасом Мадуро сгустились тучи сжимается полная виселица народа так уже один генерал ВВС Венесуэлы признал власть Хуана Гуайдо этим смелым человеком который отверг идеи путинского фашизма в Латинской Америке стал Франциско Эстебан Родригес который больше не споет песни по кремлевски Тимур Родригес вот что он пишет в своем твиттере адресуя этот твит сами понимаете кому тому который может посредством одного твиттер в Белом доме Вашингтона положить конец бить чинством Николаса Мадуро я генерал вот он я генерал Венесуэльских ВВС директор по планированию полетов Франциско Эстебан с гордостью патриота своей страны и демократа признаю власть Хуана Гуаидо и признаю его президентом Венесуэлы обязуюсь выполнять все его приказы я Эстебан Родигас откровенно заявляет что Николас Мадуро это кровавый диктатор на службе Кремля он достоин полного свержения из суда народа 99% не поддерживает главу государства Мадуро из состава вооруженных сил Венесуэлы мои товарищи по оружию должны быть вместе со мной с Франциско Эстебаном Родигасом и вместе с новым президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо пожалуйста товарищи генералы Николас Мадуро не поворачивайтесь спиной к своему народу не подавляйте народную власть Хуана Гуаидо но мало слов нужны действия а точнее боевые действия раз уж этот генерал ВВС и он признал власть Гуаидо то его ВВС должны взлететь и отбомбиться по президентскому дворцу Николаса Мадуро самолетов мятежного мятежного генерала должен высидеться десант и взять все стратегические объекты Венесуэлы под контроль народной власти Хуана Гуаидо вот так и только так можно сделать новую Блеварианскую революцию которая уже потом уже полным ходом идет по Венесуэле а скоро дойдет и до Боливии да и еще одного чекиста Путина Эго Моравеса трепещите трепещите патриоты Вовки и его людей в Латинской Америке ибо им настал кердык и чтобы там ура патриоты не говорили в Кремле они струхнули да струхнули вы подлые расисты крымские фашисты желто нет оранжево черные лепточники да струхнули ибо самолетом авиакомпании Нотабиа вывезли из Венесуэли из Венесуэлы 20 килограмм своего награбленного у народа Венесуэлы золото как в свое время делали испанцы и португальцы когда их империя настал каюк но только понятно они делали это по воде а не по воздуху и не зря сейчас Путлер делает то же самое ведь Гуальдо когда арестует Мадуру начнет расследование всех его коррупционных связей с Москвой об этом он сам объявил на благо Франческо и Стабану Родригесу о Гуайдо теперь есть авиация а будут надо еще полагать и флот Москвы и котики США на которой и не спят когда спят в Кремле а еще власти Колумбии развертывают свои войска на границе Венесуэлы которые войти туда по личному приказу Трампа кстати тоже через Тавитр как это в свое время сделал Вовка Путин этот шкет из ленинградского ЧК на Украине как говорится дурной пример заразителен и Крым наш превратился в Крым фарш в Венесуэле пока Мадуру охраняет путинско-поварские наемники господина пригодена не все но все может измениться когда США ведут новые санкции против России теперь же за Венесуэлу и поставят в пригодничество с Россией страны в частности в Украину ракеты средней и малой дальности благодаря выходу США из договора о средних и малых ракетах ну малой дальности американские стратеги хотят и могут отрезать кубу от нефти в Венесуэлы а в это время убогая Рашка тякнет над своим золотом вывозя с самолетами из Венесуэлы все что можно увезти ведь Медведев говорил что денег нет в стране а про золото что нет в стране он ничего не говорил и выяснилось что это золото Венесуэлл да то что Россия выводит золото из Венесуэлл это верный призывает того что власть Мадуро падет и на его смену придет этот вот человек whom friend A mathematical который покажет факт Путину. Печальная новость на этой неделе. Умер легенда рэп-музыки Детцл. Ему было 35 лет. Детцл один из первых, если не первой, кто начал рэп и хип-хоп движения в России. Он знаменит своим хитом «Вечеринка у Детцла дома». Гуляет весь в район, гуляет всю школа. Вот теперь не погуляет на его вечеринке никто. Он умер, как настоящая звезда, прямо на концерте в Иркутском ночном клубе, где он уступал 3 февраля. И у него внезапно остановилось сердце. Просто ужас какой. Задрожали руки в гримёрке. Детцл упал и не очнулся. Я не кривляюсь, я показываю, как был. И вы знаете, прежде всего я подумал, что Детцл переборщил с наркотой. А наркотики он, вероятно, употреблял, потому что психологически сломался из-за конфликта с отцом, из-за того, что уже не так он популярен, как в 90-х и в начале 2000-х. Но нет, в клубе наркоты не было. А сам Детцл не употреблял наркотики. Причём это не как с Майклом Джексоном вышло, когда на поминки родственники Джексона выкатили пустой гроб. Нет, судя по всему, Детцл ничего не исценировал. А он реально погиб. А вот почему не умер, а именно погиб? Давайте разбираться. Самая интересная, или, как говорят на РАН-ТВ, самая шокирующая гипотеза. Во-первых, как у человека, который не употребляет запрещенных средств, и который не шердяй, как я, в 35 лет могло остановиться с сердца. Только в одном случае. В случае введения в жертву яда. Таких ядов всего 10 штук видов. Со слов директора ночного клуба, где Детцл и погиб, у него сначала затряслись руки. То есть, были мышечные спазмы. Надо понимать, что яд ещё надо доставить до тела жертвы. А потом ещё и незаметно выйти из ночного клуба, как ни в чём не бывало. Исключая один за другим яд, я пришёл к выводу, что Детцл скорее всего убили ядом стряхни, который представляет собой белый порошок и может быть легко растворён в бутылке любого напитка, будь то пиво, квас, лимонад, минералка, всё что угодно. Всё могло выглядеть примерно так. Детцл отрабатывал свой концерт в клубе и ему захотелось попить минералки. Он вышел в гримёрку, выпил водички и всё. На тот свет. То, что Детцла убили, подтверждается тем, что бригада скорой помощи оказывала эту самую помощь, то есть реанимацию, неправильными действиями. Вот так вот, да. Со слов журналистов, новостей РНТВ. Совпадение? Не думаю. А даже если это простое разгильдяйство, простой непрофессионализм сотрудников скорой помощи, что мы имеем в действительности? Профнепригодность врачей, вопреки бунтам, рапортом Путину, Голиковый и Голодец. Смерть Детцла лишний раз доказывают, что настал в российской медицине полный трендец, если медицины заправляют Голикова и Голодец. О! Так же в стиле Детцла он сказал. Но вернёмся к моей версии. Там, в Иркутске, очень много химических заводов, но химоружие в СССР производились не на заводах, вопреки роскошим мнениям, а в научно-исследовательских институтах. С тех пор ничего не изменилось. И такой научно-исследовательский институт, где разрабатывается химическое оружие, вы удивите, есть в Иркутске, да? Он называется Иркутский институт химии имени Фаровского и принадлежит Российской Академии Наук. А как мы знаем, рано управлять вовсе не президент Российской Академии Наук Фортов, а серый кардинал академиков, академик Ковальчук, земляк Путина из Ленинграда и брат друга Путина, Ковальчука, бизнесмена. Ещё одно совпадение? Не думаю. Зачем надо было убивать Детцла? Кирилла Толманского. А дело всё в его творчестве. Не в его конкретном творчестве, а в каком направлении он представляет, то есть дело в рэпе. Когда рэперы пели о чём угодно, он оставался жив. Но когда рэперы стали читать свои текста о политике, о том, как плохо жить в России, о том, какая продажная власть, и какая продажная власть, мы убедились сегодня, да? Даже законопроект принимается, по которой продажная власть не будет считаться продажной властью. Рэперам вдруг стали запрещать концерты по всей стране. И таким образом по силе русский рэп 10-х годов 21 века превратился в русский рок в 80-х годов 21 века превратился в русский рэп 10-х годов 20-го, 21 века превратился в русский рок 80-х годов 20 века по силу воздействия на умы, на массы людей. А Децл был не просто лучший рэпер, а был в прямом смысле первым рэпером России, кто, по сути, начал рэп-движение в России. Вот Петров и Баширов активизировались уже внутри страны. Плюс к этому, из-за того, что у Тецла популярность уже пошла вниз, до него было легко добраться. И, в принципе, без последствий для Путлера попробовал бы он, например, затравить Оксимирона. Сразу бы поднялся в бой либеральной общественности. Депутаты Европарламента потребовали от российской власти соблюдать то, что они никогда не соблюдают, а именно законы Российской Федерации. А о Децла, ну, кто сейчас вспоминает, ну, перед смертью, кто вспоминал о Децле? Увы. Никто. Это оборотная сторона популярности любого артиста. Сегодня ты на коне, а завтра под коню. Во всех смыслах. Кроме того, Децл не просто, как бы, первопроходец рэпа, который теперь стал, как бы, протестным жанром. А Децл прямое порождение 90-х. А мы все с вами прекрасно знаем, как теперешние люди, которые сидят в Кремле, относятся к 90-м годам. Крайне негативно. Вот и решили мочкануть Децла, так как он был первопроходец русского рэпа, а русский рэп сейчас стал больше, чем стилем в музыке, больше, чем направлением в культуре. Он стал протестом, каким был рок в середине-конце 80-х годов 20-го века. И, кстати, мы помним, какие резонансные убийства происходили тогда тоже, кстати говоря. Помните, да? Вот эта непонятная, невнятная автокатастрофа с этим СОИМ в Прибалтике, да? Я не знаю, что не поверю, что Виктор Робертович, ну, даже если он устал после концерта. То есть, я скорее, скажем так, поверю в то, что его убили, а не в то, что... а не в то, что... это была авиакатастрофа, автокатастрофа. То же самое и с Децлом. А почему не надо винить российским властям? Мы уже убедились на примере того, как Совет Федерации голосовал за отречение сенатора, который другой сенатор подставил под уголовную статью и после 9 лет сам в итоге сел. И верит таким людям? Нет. Мои соболезания всем родственникам, отцу Кириллу Толматского, всем фанатам Децла, всем фанатам рэп-музыки в России, в мире и т.д. Как жаль, что первопроходцы уходят из жизни. Ну, таково общество. Юбилей Фейсбука. Фейсбуку, крупнейшей в мире соцсети, исполнилось 15 лет. Да, вы не поверите. Количество пользователей в 2018 году превысило 1 миллиард 500 миллионов человек, что позволило хозяину Фейсбука Марку Цукербергу. Гордо возвысится в списке миллиардеров сразу на пятую позицию. Цукерберг запустил свой проект 4 февраля 2004 года. Выучка компании составляет 55 миллиардов долларов. А чистая прибыль за год составляет 22 миллиарда долларов. Фейсбук является третьей по популярности сайтом в мире после Ютуба и Гугла, которым постоянно докапывается русском позор, чувствуя свою никчемность и бессильность против американских соцсетей и других сайтов родом из США. Забавно, что фейсбуком, то есть американской соцсетью, пользуются известные расисты, российские фашисты, такие как Маша Захарова, Дмитрий Анатольевич Медведев, это армянка, это Симоньян, и другие, демонстрируя нам мощь США и слабость Рашки. Это все благодаря юбиляру, фейсбуку. И я есть в фейсбуке, вы меня можете найти. Вот там вот на Ютубе есть вот окно и верху экрана, да, и получается, где мост нарисован, мост Золотые ворота Сан-Франциско, написано, Дениса Кривошева, и вот справа внизу, там вот есть, где я в ВКонтакте, где я, что там еще, на Рутубе, где я, где я в том числе и в Фейсбуке. Да, я есть в Фейсбуке, но, к сожалению, Фейсбука не назовешь моей любимой соцсетью. Почему? Причина ясна. В отличие от ВКонтакте, нельзя выкладывать свою музыку. А моя любимая соцсеть ВКонтакте, и по причине именно этой, то, что ВКонтакте можно выкладывать свою музыку. И то, что нельзя выкладывать свою музыку в Фейсбуке, это, конечно, гробит Фейсбук. Но качество видео, именно качество видео, не подойдет с контентом, в разы превышает и Ютуб, и ВКонтакте, и даже всесильные одноклассники. В Фейсбуке есть интересные вещи, которые держат тебя в курсе происходящего, но из-за этого, из-за информационного потока снижается общение с близкими людьми. Фейсбук это, прежде всего, средство мнений по всему миру. Фейсбуком надо не пользоваться, а его осознавать. Фейсбук это величайшая новостная лента мира. Однако с развития мессенджеров Фейсбук становится больше ненужной соцсетью, чем нужной обществу. Потому что Фейсбук сильно стал в первую очередь коммерцией, а уж потом средством связи граждан. Увы, но Фейсбук это лицевая книга, все дальше и дальше уходит в забытье, в небытье истории. Фейсбук это реликт уже а не соцсеть. Ведь никто уже не вспоминает в 2019 году такие соцсети как ICQ, такие вещи как DVD, Blu-ray, VHS, видеокассеты. Также скоро не будут помнить про Фейсбук, может кто-то и будет помнить, но явно не большинство людей. С развитием нейронных сетей и Фейсбуком 20-х годов 21-го века по масштабу мог вполне стать Телеграмм. А Павел Дуров хозяин Телеграмма мог ворваться первым из граждан в России в топ-5 богачей земли, но к сожалению российским олигархам интереснее качать нефтегаз, чем заниматься продвинутыми технологиями. К сожалению Павла Дурова загубили конторско-комитетские крысы, которые уверены в том, что террористы ничем другим не пользуются, а только телеграммом. Несмотря на все это, несмотря на то, что Цукерберг это откровенный жидомасон, с праздником Марк, с юбилеем, все те пользователи Фейсбука, а я уверен все те, кто посмотрели данную программу, и есть пользователи Фейсбука. 15 лет это эпохальная дата для всего человечества, всех благ лицевой книги интернета. На этом общефедеральные, общие мировые новости на сегодня у меня закончились. Ну и еще остается рубрика личной новости. А личные новости у меня такие. Был на митинге, да, за общественный транспорт Самары и Самарской области, за то, что он ходил, а не за то, что снимали маршруты автобусов с рейсов, и за то, чтобы муниципальные маршруты вернуть из частых рук в мэрию Самары. Да, совместно акт с совместно движением Левый фронт и ЛКСМ Самарской области с комсомолом. Поэтому я вас, если вы в Самаре живете либо приедете туда, призываю воскресня уже на момент выхода программы. А, ну, короче, на момент выхода данной программы в Самаре будет еще один митинг по поводу возвращения общественного транспорта из частных рук. Без обид, дорогие предприниматели, но вы, я за частный бизнес, но вы, к сожалению, не справляетесь с гадскими перевозками у нас в городе, это очевидно. То есть, некоторых автобусов ждать по 40, по 50 минут, это лада, это так было и раньше, мало того, что из-за больших автобусов они стали белкие, то есть, частик только может эксплуатировать белкие микроавтобусы, такие как пазики, богданы, а не большие вот такие вот лилиазы, которые нужны людям, чтобы просто элементарно не давиться вот такой вот мазике, вы не можете их обеспечить. Поэтому я вас призываю во всех городах России выходить на митинге КПРФ, Левого фронта, организации Другая позиция, организации Давального, протестуйте, а иначе вы будете убиты вот такими вот сенаторами Арашуковыми и российская власть не допустит вас к смертельно больным родственникам. На борьбу, товарищи, не надо сидеть у себя где вы там сидите и жрать бутерброды. Только борьба, только борьба, только она поможет процветанию России и ничего больше. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok